Вечер добрый! Вы слушаете свое радио, надеюсь, в постоянном для себя привычном режиме. Ну и тогда вы в курсе, что каждый будний вечер с 8 до 10 программ живые. Вот в летнем формате пятницу мы изымаем, пятницу отдаем дачникам. Ну, зачем людям мешать собирать или там копаться у себя в земле, окучивая всякую разную плодородную почву? Думается, что это, наверное, справедливо и правильно. Так что с понедельника по четверг включительно. Сегодня представлять, в общем-то, коллектив и эту замечательную женщину я не буду. Вернее, представлю чуть позже. Но я уверен, что вы знаете прекрасно, что она делает, какие потрясающие произведения у нее. Вот сегодня, как всегда, традиция неизменна. Сначала песня, а потом уже поименно представлю весь коллектив. Так что, как обычно, живой звук в программе живые. Давай-давай, поехали. До сих пор. Всем привет, коллектив это он, а она это я. Ладно, Ольга Арефьева. Давай уже. Ольга Арефьева и Ковчег сегодня здесь, раз все поменялось. Вот как с этим человеком, в общем, все может произойти по-другому, не так, как запланировано. Почему? Все запланировано. Это так и было запланировано. Тобой запланировано было, да. Что будет первым-то? Ну, все, ладно. Последний месяц сентября, последний год календаря. Ты эти песни пела зря в монастырях царям. Инструктор пьяный в дугаря, надел штаны из янтаря. И что-то страшное пуря взлетело от пустыря. На небесах нет веса, на весах добра и зла. На небесах нет нас на полюжах тепла. На небесах не стыринились от снила, На небесах архангил на часах. От жара лопался стакан Инструктор был от чая пьян Кричал отчаянно баян В ударе был барабан Ревела в баре кабаре Висела пьяная амбре Цыгани рвали на баре Он кричал хоре На небесах, небесах, на весах добра и зла На небесах, небес на полюсах тепла На небесах, небес так делились от лева На небесах, архангел на часах На небесах На небесах На небесах, небесах, на весах На небесах, небесах... Сегодня аудитория будет в потрясении Потому как живое звучание Ольги Арифьевой Это всегда удовольствие Ольга Арифьева, Ковчег Сегодня в программе «Живые» Слава Богу, спасибо, что добрались до нас Очень хотели пообщаться Как это водится, уже не в первый раз И слава Богу, что есть с чем Есть с чем сюда прийти Итак, гитара Индюков Сергей Можно разочек к микрофону подойти Просто поздороваться с людьми Выказать им уважение Здравствуйте Забыл слово Здравствуйте, это слово называется Сергей Суворов, бас-гитар Я тут Хорошо, слышно громко У человека, который сидит в этой маленькой, но прозрачной комнатке Свой собственный микрофон Чуть левее повернись Вот он, замечательно Барабанщик коллектива Андрей Чарупа Всем привет Спасибо большое Если нужно будет что-то сказать, ты его так к себе притягивай Дай мне знать, что хочется кто-то сказать, я тебе его включу И есть еще один член коллектива Я думаю, что нужно прям сразу представить эту очаровательную Это я, да? Нет, тебя не надо, подожди Иди, 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 иди Потом Елена Калгина, бэк-вокал коллектива Привет 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 Вот оно, это очарование Она вся так скромно улыбается и краснеет И я всегда чувствую себя неловко Может, что-нибудь то сказал Но вроде как все пока складывается Сообщу, как с нами связываться Это важно Может быть, чего-то захотите написать за программу Может, какие-то вопросы задать 4647 Это короткий номер для ваших смс Сначала свои пишите Причем не важно Кириллица и латиница Это не имеет никакого принципиального значения Дальше важно После слова свои пробел И уже все, что хотели бы адресовать сюда, в студию Группа ВКонтакте Официальная группа своего радио Там тоже все понятно Фотография В самом тексте анонса Ольга Рифьев и Ковчег Выделена синим Значит, активная ссылка Кликаете И тут же оказывается у него в сообществе А это всегда приятно знать Что происходит с коллективом В первую очередь узнавая об этом Там же под этим анонсом Собственно, уже много чего пишут Ну и понятно Ждем ваших сообщений здесь же Видеть можно все, что в этой студии происходит В программе «Живые» Зайдя на сайт своего радио Своерадио.фм Там сверху плеер В плеере слева онлайн-аудио Это чтобы слушать справа онлайн-видео Чтобы смотреть Кликаете И вот он, ваше счастье Видите картинку Которую нам представляет планета Ру Спасибо огромное Это из замечательной краудфайдинговой платформе Там же, кстати, есть и чат В котором можно запросто отписываться Все сообщения мы отслеживаем Все пытаемся увидеть Если что-то интересное Оказывается, обязательно это публикуем в эфире Все Мы к этому больше не возвращаемся Очень рад тебя видеть И вот искренне совершенно понимаю Что выдернули мы тебя сейчас после тура Большого и серьезного Причем, я так понимаю, зарубежного тура Да, есть такое Не в тот микрофон, будь добра Все-таки вот этот, который с лампочкой в него Давай говорит А кто кашлял? Это не я Нет, не ты, да Но тем не менее Все же подумают, что ты Что за тур-то был? Я так понимаю, что этот тур не по России Ну, мы ездили в Испанию, да Зачем? Есть такая организация, Россотрудничество Которая занимается тем, что русскую культуру продвигают в других странах То есть даже, скажем так, имидж России То есть не именно нас Но они нас выбрали как людей, которые представят ее наиболее удачно с их точки зрения Я с ними согласен Я не знаю Я согласен Я согласен Я подписываюсь Ну, нам приятно, что это именно мы Вот И мы ездили, выступали там в посольстве В общем, как-то так вот в таких местах В невероятных Там культурный центр, например В Барселоне университета Это вообще такое место Ну, просто мы первые два часа в себя приходили От того, какое оно крутое Это бывший костел полностью Там весь в статуях, в росписях Все это гигантское И нас туда пустили выступать Пригласили В общем, в принципе, интересно Ну, интересно, я понимаю, что для тебя как для человека Это интересно А для тебя как для артистки Для певицы Это интересно было? Ну, тоже интересно Потому что у нас там оказалось Именно у нас почему-то Что там есть зрители Которые пришли не просто на какой-то некий концерт А прям Они долго ждали и мечтали Во-вторых, очень интересно Там всякие нюансы Например, там Не знаю В посольстве в Испании На самом деле там один фонарь света Шикарные люстры, рояли А вот свет У них два фонаря Один просто неисправен Понимаете? Ну, а им зачем он нужен в посольстве? Да, они говорят У нас все равно дети выступают Мы говорят Ну, как это? Дети А им что, не надо свет? Им зачем? Дети и послы Не, ну так, в принципе, интересно То есть такая как бы Одновременно богатство и бедность Как-то вот это были смешаны в этом всем Некоторые вещи были чрезмерные Например, кормежка Мы ее сейчас вспоминаем со сладким ужасом Потому что столько еды я не видела вообще За последние 10 лет Ты на нее только смотрела, я так понимаю Ну Сережа, Сережа принимал еду Я понимаю Я пыталась ее съесть А ты только смотрела Но мне не удавалось Судя по тебе, ты только глядел И только вина На это не смотрела Она также потребляла В общем, вино красное там просто лилось рекой Это все были ужины, обеды, завтраки, которые были организованы Там нельзя было сказать Что давайте я вот Что-нибудь другое Ничего-нибудь поменьше Ну просто понятно, что все унесут и выкинут Поэтому Я честно пыталась Ну в общем, теперь я так рада, что это кончилось Знаете, как говорят Запой тяжелая работа А никакое неудовольствие Вот у нас вот то же самое было с едой Здорово Давай петь дальше Ну давайте, да Отвлечемся от От еды От зимных Что будет записано? Догадайтесь Ну вот и все Это знает только наш барабанщик Смотри мне в лицо Живой человек Я это я А ты кто? Кто-то из нас Сказал, что снег Летит в низу вверх И скрывает глаз Небо Поцелуй в глазу свою смерть Поцелуй в глазу свою смерть Кто тебя любит и больше не ее Кто тебя ждет вернее не ее Небо Только небо Только лишь небо Поцелуй в глазу свою смерть И настанет тот день И выпадет снег И придет нам тот Кто знает Что скоро от нас Останется здесь Лишь светлый алмаз Парящий в лучах небо Поцелуй в глазу свою смерть Поцелуй в глазу свою смерть Кто тебя любит и больше не ее Кто тебя ждет вернее не ее Небо Только небо Только лишь небо Поцелуй в глазу свою смерть Поцелуй в глазу свою смерть Поцелуй в глазу свою смерть Кто тебя любит и больше не ее Небо Только небо Только лишь небо Сейчас есть возможность поговорить о языке Ты как человек пишущий Не можешь этого не оценить Потому что вот, например, Сергей Мерзляков пишет Только на вашем концерте в Ижевске Узнал для себя новое значение Прилагательных яблочные и колбасные А теперь объясни, пожалуйста, что это значит Я не был на концерте в Ижевске Извини, не удалось просто Расскажи, что это Прости, не могу Это вырезано цензурой А, то есть это в эфире сказать нельзя Нет, это можно посмотреть в нашем клипе На песню Человечки Там Лена у нас главный человечек И жестами подробно объясняет О чем эта песня Постоянно И на этом На этой строчке вы можете узнать Где и почему Где и почему Окей, хорошо, ладно Уходишь от ответа Хорошо Значит, я тебе вот что почитаю От Ирины Трейз Великая, многоликая Это к тебе Бессонная ночь Под шумного сибирского дождя За окном Обещают быть необыкновенной Люди сидят сейчас В совершенно других Часовых поясах Стоп, у них плюс 3 часа Ну вот и посчитай, пожалуйста Я вот теперь хорошо знаю Сколько у нас в Новосибирском разница Потому что я туда все время летаю Теперь спектакли играть Значит, Саша пишет Какая замечательная фотография На картинке анонса В ней, на мой взгляд, вся Арефьева Ну да, я искал фотографию Долго выбирали мы Из разных фотографий И решили, что вот это самое правильное Это, по-моему, Катя Бессмертная Питерская фотограф Молодая такая девушка Они делали проекты Женщины в роке И вот как-то не помню Куда делся этот проект Но фотография от меня досталась С тех пор Роскошная фотография Правда, роскошная Значит, Анатолий Михайлович Добрый вечер Скажите, пожалуйста, о песню Про последнюю морковь Исполняете ли на концертах Это первая песня Которую я услышал В исполнении Ольги Арефьевой Спасибо Не поняла Последнюю морковь Ну, не знаю Вот песню про последнюю морковь Чувак спрашивает Поешь ты эту песню? Последняя морковь С инстанциями морковь кончилась Я не знаю, о чем речь Может, хрена морковь где заменила? Женщина, что ли? Возможно Я же читаю текст, который мне написано А? Про лесбиянку Понятно И раз пошла такая пьянка Режь последнюю морковь Все, поняла Мы исполняем на акустике Да На акустических концертах Вот для Анатолия Михайлович Это была первая песня Которую он услышал В исполнении Ольги Арефьевой Ну, прекрасно У человека мир не рухнул, слава богу В его понимании Значит, хорошо Значит, все как-то так Как надо сложиться Скажи, пожалуйста Я знаю Просто мы перед эфиром Буквально двумя словами Успели переброситься Книжку новую пишешь Это важно Я ее уже написала Так Это не такая книжка Которую сидишь и пишешь Это такая, которую собираешь Коллекционируешь Главное успеть записать Это одностишия твоя Это новая Второй и следующий том Одностиший Я загадала, что Когда их станет тысяча В этот раз я их держала При себе и не публиковала Я загадала Когда их тысяча будет Я скажу об этом издателям И вот Я уже сказала Они обрадованно согласились И пока я вот Ее сейчас занимаюсь Технической работой По ее оформлению Там всему-всему Я написала еще Штук 200 Потому что Когда ковыряешься В этом вопросе Мозг включается На определенные частоты И ты начинаешь Их еще и еще писать Так что Ну для тех, кто не в курсе Оля пишет Чудесная совершенно Однастишия И я в свое время Зачитывался ее Прошлой книжкой И была идея Ну я не буду ее продавать Надеюсь, зачитаешь со следующей Так и с удовольствием С удовольствием Причем с радостью Я думаю, что я даже Пиарить ее буду в эфире Потому что это Ну хоть какие-нибудь Помнишь на вскидку? Вот надо было предупреждать У меня мозг Одноклеточный Я помню или песню Или Так стоп, сейчас мы песню не поем Пока Песню нет Песни нет Ну вот и так далее Я очень Я очень люблю про бонги Мне очень нравится Куда ты наливаешь Это бонги Да Так все просто Казалось бы Вроде как ни о чем Но столько смыслов в этом всем Столько замечательных подтекстов Классных Музыкантский Музыкантский, да И не только музыкантский Пережитой, что называется У Арифи очень много Немузыкантских Таких человеческих Житейских Женских в том числе Про любовь особенно Ну вот Ну что-нибудь про любовь вспомнишь? Из старенького Люблю вас Просто в очень редкой форме Ну как Как к этому не относиться С симпатией Человек талантлив Бывает и многогранен Когда Мирова полон И вот здесь как-то так Получается Складывается одно С другим Очень веселая У вас прическа Не знаю почему Но меня улыбает Пишет кто-то Меня тоже улыбает Это да Один из первых аспектов Который я сразу Как-то подметил Сказал сегодня Блестящая совершенно прическа Да Я всегда была грустным клоуном Но мне это надоело Я уже хочу быть веселым клоуном Пытаюсь С переменным успехом 46-47 Это короткий номер для смс К ваших своих Пробил дальше сообщение Привет Что вы сделали с Петей Ждем новье Петя нам изменил С православными христианами Да ладно Он с группой Ихтис Сегодня Где-то там играет Они мне об этом Не рассказывают Но мне Донесла разъедка Он сказал Что он не может Просто Ну то есть Ничего с ним не случилось Все в порядке Все отлично Ну вот это главное Если человек Есть силы изменять Значит у него все отлично Значит он живет На два фронта Шутка Нет секундочку Это нужно в одностишь Ее тут же облечь Мне кажется хорошая мысль Ритмизовать главное Да 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 Если человек Способен изменять Значит силы есть Силы не закончились Значит Ну это тебе виднее Как это срифмовать Я не умею Значит Рома Усольцев пишет Очень умеет Ольга Викторовна Настроить на позитив Несмотря на то Какой бы тяжелый день не был Спасибо ей огромное Если бы вы знали Как у меня был тяжелый день Вы бы совсем засмеялись Заплакали Но я здесь Мы постараемся тебе Этот день Сегодня не испортить До конца Уже там чуть-чуть Вопросиков Наконец-то стало приятно Честь Вот и хорошо После трудной настройки Хочется Хочется пробиться Со своим вопросом Пишет Василиса Уграйцкая Когда слышу Или пою Вашу Сделай что-нибудь Сердце сжимает Какая-то боль И даже немного страх Скажите При написании этой песни Вы испытывали те же эмоции И как она Собственно появилась на свет Спасибо вам огромное За ваше чудесное творчество Ну нет Ни боли Ни страх Нет Сильное влечение Которое не может быть реализовано Прямо сейчас Или вообще То есть Когда писала эту песню Это как раз был такой Ну там об этом Там в общем-то Прямым текстом Все это рассказывает Понятно Человек почему-то Боль и страх Испытывает Видимо влечение У Василиса Связано с болью и страхом Не знаю Я не психоаналитик Я и свои песни Я всегда понимаю А уж Чужие чувства Тоже Но она эмоциональная Это точно В ней содержится Просто надо Опять же Оговориться Вот многие думают Что человек пишет Стихи и песни Он всегда знает Прям что он хочет Этим сказать Он не всегда Это вообще понимает Потому что Это такая Телепередача От Бога Ты ее транслируешь А потом начинаешь Анализировать Ну конечно Через все свои Субстанции Через все свои Кровеносные сосуды Ты это делаешь И соответственно Через свою жизнь И свой эмоциональный опыт Вот пожалуйста Ирина Трей запишет Вариант одностишья Раз изменяет Значит полон сил Это тебе Это тебе подарок Спасибо Надежда Борисова Мое любимое Одностишье Нормальность в этом мире Неуместна Спасибо за концерт в Твери Я вас ждала 9 лет Спасибо Ты понимаешь Вот когда такие вещи пишут Я понимаю Что Я не знаю Что должен испытывать человек Мне например Такого никто не написал ни разу Я ждал вас 9 лет Вот вы при Я не знаю Что бы я испытал Когда это услышал Что ты испытываешь Когда тебе такие признания поступают Неужели тебе такое не говорят Нет Ну говорят разные вещи Чаще гадости конечно Но тем не менее Неблагодарная работа В радиовидущей Да перестань Я шучу конечно Просто Когда Человек знает Ты одностишь Я твои наизусть И когда ждал концерт Вот Надежда ждала концерт в Твери Ждала 9 лет Ты получила от этого удовольствие Что ты испытываешь Правда Ну да Сейчас еще такой хороший тон появился Подходить ко мне И говорить Я слушаю И дальше называется год С такого-то года Я выросла на ваших песнях Да нормально Да и Когда там называют такие уже цифры Которые неприлично и вслух произносить Почему? Потому что люди начинают складывать Вычитать и вычитать Сколько мне лет Ты прекрасно выглядишь Ты кстати между прочим Боже даже не скрывай сколько тебе лет Ты еще раз Клад вас скроешь Я вообще не понимаю Да я вообще не понимаю Но как-то об этом люди не думают А когда начинают говорить И ты так начинаешь Господи А ведь правда Неужели я уже столько живу А там уже родились новые люди Которых еще не было Тогда когда И они уже ходят на мои концерты И они уже женятся Понимаете И мне так Я рада за них Ну блин Смотри на это проще Смотри на это проще Смотри на это проще Вот еще одна фразочка тебе для песни Ты человек молодой Но поживший Я к себе так Я себя так вот Да Я когда смотрю на календарь Между прочим У нас даты примерно близкие Я смотрю на календарь И понимаю Извини Смотри на календарь И понимаю что да Но я молодой Таки поживший Но молодой Это по-моему Судьба русского рока Он весь состоит сейчас Из юбилеев Дай бог Чтобы юбилеи были качественные Да Со знаком плюс Вот пожалуйста Смс пришла на 46-47 Кстати 46-47 Свои пробелы Дальше ваше сообщение Несмотря на то Что у нас третий час ночи Я с вами Спасибо Ольга Вы просто волшебство Шмелев Александр Благовещен С Каморской области Ох ты спасибо То есть места подальше Новосибирска Да На земле Я не знала Просто если бы Не сказали Олечка давай пейте Что это будет Это будет Песня на двойное дно Называться Как всегда Живой звук В программе Живые Ольга Решева Да и песня кстати редкая И Ковчег здесь сегодня Поехали Мои ладони И ступни Набрякли веками Сквозь горсти Еще чуть-чуть Пробьются гвозди Но то чем вижу Не они Не они Не они Не они Не они Ладонью я теряю нить Но вижу стороною тыльной Не видеть я Почти бессильно Но много видеть Мало жить Хоть надевай чулки Хоть нет Мои прозрачные Колени И те глядят Когда не лень Им запястья с Настю Ловят след Ловят свет Ловят след Ловят свет Ловят свет Ловят свет Я вижу тенью и спиной Окно закрытое до теле Окно сквозит на грубом теле Но то чем вижу Не оно Не оно Не оно Не оно Не оно Ты сказала редкая песня Оль А почему редкая? Ты редко поешь? У нас Вообще да Очень много песен в обороте И мы Не фигачим все время Вот одни и те же хиты Мы даже наоборот Их избегаем И на каждый концерт Мы сочиняем что-то Эдакое Новенькое Круто Вот Ну И это песни Из тех Которые буквально Недавно мы начали играть Притом не электричеством А сегодня электрический состав Там это было С Веланчелли Как раз с Петей Вот захотелось Просто и сегодня сыграть Ну вообще Это как бы для нас Неудивительно Очередная редкая песня Не так давно Кстати В эфире своего И в ротации Ну в ротации Понятное дело Арифьева звучит Ну и премьеры тоже Звучат в эфире Мы ждем всегда Новых песен Как будто народ спрашивал Будет ли Будет ли к концу года Альбом Новый Мы пока не начали Его даже и писать Хотя есть из чего Но сейчас Прям у нас Вообще не было времени На это кроме времени Надо еще силы И еще деньги Вот И чего больше Силы или денег Всякий раз Сомневаешься Ну и еще плюс Желание и ожидание Публики В принципе мы так Завалили уже Всех материалов Все он очень хорошо Все он хорошо Очень пошел А вот он из альбома Мы собственно Вот выпустили Только что Не успели выдохнуть Ты даже не знала Что в премьерах звучишь Да Я не знала Я признаюсь честно Ну есть у тебя люди Которые в общем О тебе заботятся Директора твои Всяческие Спасибо А я думала Семен Чайка Нет секундочку Семен Чайка всегда ждет Новых песен С удовольствием Но я же не могу Сейчас я скажу Цифру сакраментальную Такую 321 Чего групп У тебя в ротации Умница Все поняла Это не 32 Как на общепринятой И признанной радиостанции Да Поэтому за всеми Хорошо нам всем известно Хорошо всеми Очень сложно за всеми уследить Поэтому я музыкант Всегда прошу ребятки Вы не забывайте пожалуйста Что есть станция Своё радио Есть такое Одностише мне Вам всем бы памятник А то вас не упомнишь Ай браво Оля браво Спасибо тебе большое Я всегда отличалась скромностью Ты умница Умница Не надо Скромность ведет Сама понимаешь В безвестие Ух ты Благовещенск А я там вырос Ольга как всегда На высоте Привет живые Пишет Александр Гриб из Лондона Например Прекрасно Русских людей Сейчас везде Разбросала Куда не приедешь Все русские Да и в Благовещенск Русские захватили мир Везде Везде Только Россия Сергей Минеев пишет Вот что Своим привет Специально с OpenSUSE Слушаю Чтобы весь звук Уловить А он чудо Я думаю Есть смысл сказать Спасибо Сергею Дебальскому Звукорежиссер Спасибо за ваш огромный талант Пронзительность Яркость Асимметрия Просто душу разорвала Так метко попали Не понимаю Как можно сочетать в себе Столь хрупкие нежность И мощнейшую энергетику Вы удивительная Сабина Вафина Написала Спасибо Вот видишь как Знаешь что Вот мне всегда интересно Было тебя об этом Конечно спросить Но как-то не было повода Ты для многих женщин Ну твоих поклонниц Слушательниц Являешься неким эталоном На тебя пытаются равняться Да Потому что вот допустим Сабина Я уверен абсолютно С удовольствием Может быть Хотела быть Такой же талантливой И песни сочинять И петь замечательно И книжки писать И относишь Все что делаешь Талантливые женщины Это разные вещи Я к этому подойду Подожди Я к этому подойду Я к этому подойду Таланты женщины Они совместимы Хотела сказать Нет Я так не говорю Но это правда разные вещи Понимаю Не думала ли ты о том Что Многие женщины России Ну сами по себе Молодые возможно Еще ищущие себя Пытаются тебе Как-то подражать Если они это делают Были ли такие случаи Когда ты об этом узнавала В творчестве например Подражать Ну тут и да и нет То есть с одной стороны Мне об этом каждый день Не говорят С другой стороны Конечно идут какие-то письма Потом я все время В интернете вижу Какие-то попытки Исполнения песен Тебе приписывают Какие-то песни чужие Я не знаю Чему именно Как бы подражать Тут на самом деле Ты интересные затронул вопросы И не так запросто На него ответишь Потому что меня Больше заинтересовала Сторона женская В этом всем Вот на самом деле Не женская Это профессия То что вот у меня Она требует Определенных мужских черт Очень таких Крепких Нужно Очень быть устойчивой Психически Очень как бы Иногда жесткой Иногда командным голосом Уметь рявкнуть И этого у меня всего Не было Раньше Я была В общем-то слабой И я в глубине души Осталась слабой Но Если бы я была слабой Мы бы сегодня Не настроились Например И вообще Ничего бы не было А что такое Сильная женщина Скажи мне А сильная женщина Это уже Ксюмарон Вот именно Это самопротиворечивая Штука То есть Вот это Как бы Женщина Мужественная женщина Вот эта аксюмарон Вызывает у меня Протест Она всегда Это себя уничтожает Несколько женскую сущность Покорную Мягкую Вот во мне Этого уже совсем не осталось Я не считаю Что это очень здорово Что мне кажется Что я немножко Что-то теряю Что я не могу найти Того Кто был бы меня Настолько сильнее Что бы я с удовольствием Подчинялась Подчиняться мне некому На меня нету права Может быть Секунду Может быть можешь Но не привыкла Может быть Жила многие годы По-другому Не сошлось Это должно быть Обоснованно Это не просто Кому попало Подчиняться Зачем-то Это должно быть Такое восхищение Благоговение И трепет Такое Всепоглощающее Доверие И уважение К мужчине К мужчине Да Который В общем Требует уже Какого-то Исключительного человека Ну это Известная тема Интернета Как бы Сильная женщина В окружении котов У меня нет котов Нет Значит Еще не совсем сильная Я понял Еще не совсем сильная Вообще Мне всегда казалось Более того Ты сейчас точно Очень сказала И абсолютно верно И в моем понимании Это так Сильная женщина До тех пор Пока не встречает Более сильного мужчину Любая женщина Хочет быть слабой Любая женщина Нуждается в опоре Безусловно В поддержке Возможно Никто Не будет спорить С тем Что женщине Нужно самореализовываться Но даже В моменты Самореализации Она должна ощущать Что за ее спиной Сильный мужчина Но когда ты говоришь Что не нашлось такого Может быть ты не искала Нет Ладно Давай мы эту тему Проскочим А давай лучше Скорее подумаем Про Что на самом-то деле Ну Я не Не за то Чтобы женщины Были мужеподобные И смею надеяться Что я не такая Что Мне на самом деле Очень нравится Вот я сейчас вспоминаю Например Марлен Дитрих Вот это вот Идеал Как бы Женской красоты Она Не Не Размотня Да ведь Она Да ведь Не размазня И в ней Очень сильная Харизма Вот Слово Харизма Ну хорошо Я не знаю Что такое Обаяние Что такое харизма Скажем Ну такие волны Неописуемой Привлекательности Для каждого Своя Согласись Что для каждого Своя Марлен Дитрих Для тебя И женщина С харизмой А для кого-то Другого Абсолютно Никакая Неинтересная И когда мы Говорим Например о харизме Мы всякий раз забываем Просто о том Что для кого-то Это харизма Для кого-то Вовсе нет У кого-то Есть позитивное Положительное Обаяние У кого-то Отрицательное Обаяние И при этом Очень часто бывает Когда человек Вроде бы неплохой А рядом с ним Находиться Вот ты лично Не можешь Другие легко А вот ты не можешь Как это объяснить Иногда раз Непонятно Скорее всего Просто какие-то Волны не совпадают Ладно да Пока-то мы ушли С тобой в философию Но с тобой всегда приятно Момент того Что есть люди Которые излучают энергию Рядом с ними Все греются А есть люди Которые засасывают И Вот это страшная сила И они тоже бывают Харизматичными И они бывают Лидерами Но Это работает Как-то на Анти каких-то Законах Когда Все Куча вокруг Как бы слабых людей На самом деле Подпитывает Некую черную дыру И возникает Видимость звезды Короля делает Свит Так Скажу Под доброй волей Тем не менее Чем-то он нас притягивает Естественно Давай петь Давай Хорошо Песня называется Пророк Как всегда Живой звук В программе Живые Ольга Арефьева И Ковчег Здесь сегодня Поехали Единственный трезвый На празднике Пьяный пророк Улыбался И плакал вдвойне А с неба Валились Дары И туманы И было на небе Словно на дне Разумные вещи И мудрые звери И грубые люди С глазами свиней Хотелось бы верить Но нечем отмерить Ведь всадники Нынче глупее Коней Пророк улыбался А Бог усмехался И было им так одиноко Вдвоем Один сделал мир Чтоб кружил и вращался Другой был свидетель Заснувшим живьем На ощупь казалось Что время колесно И катится мимо Но через тебя Пророк посмотрел И увидел сквозь звезды То, что невозможно сказать Не скорбя Одна только женщина С нежной кожей О чем-то подумала Не о живом Который сжет Бередит И тревожит Который в следе Горит на живом А люди Орали Виляя у края Дыша Перегаром В Господние глаза А Бог улыбался Пророку Не зная Пора ли уже Это все Завязать Убитые звери Кричали от боли А голый пророк Танцевал на ветру Единственный нищий На праздники пищи Что весело пляшет На страшном перу Если все Редактор субтитров Ааааааае Субтитры создавал DimaTorzok Днем за водой Да, да, да Вот Ильяна Рулина, смотри, что пишет интересное Скажите Ольге, пишет она, что ничего мужеподобного в ней нет Ура! Это очень приятный случай Но женственность сейчас, к сожалению, сочетается с отсутствием интеллекта Вот Ольга как раз и привлекает тем, что в ней сочетаются чисто женские черты и чрезвычайный интеллект Это правда Это действительно так, это тот случай, когда я не то что спорить, я даже сомневаться не буду в том, что сказано А еще я люблю юбочки, бусики Да Туфли на каблуках Так, а почему ты к нам все время приходишь в джинсах, майке Так удобнее А понял Пускай инструменты Понял, да, я люблю помидоры, да, люблю очень помидоры, но не ем Я понимаю, да Значит, Ира пишет На фестивале «Путь к себе» в 2014 году впервые увидела Ольгу С первого раза не зацепила, наверное, потому что очень ждала пикник, который выступал следом Потом села писать текст для фотоотчета одного сообщества Чтобы настроиться, включила подряд все песни Орефьевой, которые выдал контакт В общем, дописывала текст я с горящими глазами от нового для меня музыкального открытия Ну, по-моему, красиво Значит, вот, например Сижу, делаю расчетно-графическую работу, пишет Леша Бахвалов Как, знаете ли, легко получается ее делать? Ведь песни прекрасные, в каждой своя загадка Спасибо вам за творчество А вот от Руслана Ильинова вопрос Раньше на концертах вы исполняли песню Янки Дягилевой Очень здорово получала Сейчас практикуете? Практикуешь, нет? Надо объяснить, значит, я не прямо исполняла на концертах То есть есть вещи, которые я делаю один-два раза в жизни Иначе это просто эксплуатация получается какой-то вот чужой темы, чужой энергии Но я очень много вещей в жизни сделала один-два-три-четыре-пять раз Очень каких-то, на мой взгляд, классных и интересных Они не превратились для меня ни в бизнес, ни в работу И это и было, не знаю, все что угодно И русские народные песни, правда, ими много лет занималась И там у нас был проект «Белый цыганин», например, вообще, с Юлией Теуниковой У нас театральные происходят проекты, спектакли Все это показывается там часто буквально один-два-три раза И все, готовится год, показывается два-три раза Готовится всю жизнь Не знаю, вот у нас сейчас был проект «Шансон Ковчег» Это было несколько концертов, хоть и вышел диск И возникает там во всех строчках надпись, что у меня есть такой проект На самом деле это такая арт-штука Вот Дакин Дак об этом не пишет Это вещи, которые происходят из-за избытка Но их можно, каждую из них, превратить в постоянно действующую штуку А почему ты этого не делаешь? Ну, потому что я, во-первых, одна, и мне приходится делать выбор Если бы я клонировалась, то одна бы каталась с песнями Янки Дягилевой Ну, я условно говорю, это может быть даже не очень удачный, как сказать, повод для шуток Потому что для меня это очень трепетная вообще как бы тема Это очень глубокая Она меня настолько выворачивает, что это один раз делается для того, чтобы произнести какие-то нечеловечески важные слова и звуки А второй раз это уже будет работа Ну, может быть, не второй, но, скажем, пятый Ну, то есть то, что сейчас поешь в эфире, это работа А с моими песнями немножко другая история Кроме меня никто не сделает это Согласен Я транслятор, который, к тому же, всегда имеет некое видение недостижимости То есть я всегда вижу, что надо сделать лучше и вижу, как Но чтобы это случилось, нужна масса всяких условий Одно из которых все-таки, что еще чудо Происходит какое-то внезапное стечение обстоятельств Кроме того, что ты должен это уметь, быть к этому готов Там банально выучить, банально отрепетировать Ты еще должен собрать какую-то энергию И всегда происходит вот эта погоня немножко за своим хвостом И ощущение того, что надо сказать, ну, какое-то очень правильное слово в правильный момент И нет такого, что я поставил галочку, у меня все готово Как только она будет, эта галочка, то можно лавочку-то прикрывать Мудро, на самом деле мудро Вот на смс-портале, кстати, 4647, его номер короткий, свои пробелы Дальше ваше сообщение По поводу возраста одностишья Мы молоды, но тело все же старит По-моему, хорошо Очень красиво Значит, вот до чего вы меня доводите, пишет Ирина Я сегодня на работе в форс-мажоре, пахало интеллектуально То же самое предстоит до конца недели Мозг зачугунился и властно требует отдыха А я слушаю, наслаждаюсь музыкой и беседа начала писать стихотворное послание гостям завтрашнего эфира Ну и прекрасно, это тоже отдых Смена деятельности, это отдых Кстати, вот насчет Ковчег Шансон, ты упомянула Дакинг Дак пишет, Ольга, спасибо вам за исполнение песен народных, военных и прочих с концерта Ковчег Шансон Я с удовольствием бы, кстати, еще там, еще таких нескольких дисков напела, но это не так просто Очень бы хотелось их слушать в вашем исполнении не только на концерте, но и со студийного альбома Может, запишите такой альбомчик? Вот студийный маловероятно, потому что все-таки приоритет у нас в своей песне Была надежда и есть всегда, что мы сыграем концерты, запишем, но у концерта очень много слабых мест То есть буквально кто-то чего-то там не запомнил, тем более это не играется сто раз, а один раз Должно выстрелить сразу и все, или там чуть-чуть не сложился звук, все, до свидания, мы как бы не можем это выпустить Или я ошибаюсь в словах и это делаю Вот, то есть надо хотя бы, не знаю, раз пять-десять сыграть А у нас играл, ну, в частности, в шансоне баянист Айдар Гайнулин, он очень сейчас высоко летает, он прославился за это время И вообще ему как бы, ну, с нами играть некогда, он живет в Германии И, соответственно, чтобы это сделать, вот мы в сентябре сыграли шансон Но мы настолько быстро репетировали, что в итоге, как бы, концерт хороший был, все, но запись я слушаю, выпускать это нельзя Какая строгая ты, ты строга к себе Послушай, ну, тогда ты можешь быть строга к себе и не очень строга, например, к музыкантам Или ты же строга и к ним так же, как к себе Ну, как сказать, дело добровольное у нас, у нас уже давно нет какой-то палочной дисциплины Если человек хочет играть, значит, он играет Если он хочет играть, значит, он играет хорошо, стремится к этому Но басист коллектива пришел сегодня до эфира примерно часа за полтора в студии Это мало А ты говоришь, нет палочной дисциплины Все вышкалены практически Все, наоборот, еще за мной следят Ты смотри, не опоздай Круто Я говорю, мне очень нравится, когда вам не забудется Серьезно, мне это очень нравится Я не хочу быть тем, кто всех строит и грозится какими-то штуками Там, не знаю, опоздаешь, там, будет то-то Я хочу, чтобы это было добровольным пожеланием и все получали удовольствие Давай петь Времечка пришло уже Что это будет дальше? Это будет песня с длинным названием Поучительная история Про одного благочестивого барона И его верного слугу И про их паломничество в святую землю Толь бесславно, хотя и прекрасно, заканчившееся Долгарифьевый ковчег здесь сегодня Один средневековый барон Со своим верным слугой Решил совершить паломничество К далекой святой земле В пути они рассуждали О весьма высоких предметах На самом деле, кружа вокруг замка И не удаляясь от него О Иерусалим Святая земля Далека он или рядом Не знаем ни ты, ни я На лейка вина На лейка вина На лейка вина На лейка вина через неделю похода они уже были далеко проходя через реки и горы башни луга и леса но вдруг на лесной дороге они увидали младенца а ручей сверток разрушил их планы поставил под угрозу и игру ой, Иерусалим, святая земля далеко он или рядом не знаем ни ты ни я налейка вина налейка вина налейка вина налейка вина что делают слуги и барону взять младенца прервав поход или все же двигаться дальше в далекой святой земле правила игры были твердыми но сердца их смягчились и дрогнули они подобрали младенца и бесславно вернулись домой и бесславно вернулись домой налейка вина налейка вина налейка вина а это танцевальная композиция шучу духовный гимн да понятно знаешь какая штука-то интересная у нас еще одна песня должна в этом часть прозвучать до паузы поэтому вопрос я вот какой тебе задам от Алексея Носырева Он давно уже поступил. Ольга, вы говорили, что хотели издать свой архив для продажи. Но отобрать лучшие версии песен очень сложные. Вы забросили это дело. А нет ли желания издать МПТ-диск, куда войдет все и сразу? Так, вычеркнем слово «для продажи». Это совершенно не тот мотив, который меня зачем сподвигнет вообще шевелиться. Это, разумеется, не для этого делается. Тем более, скорее всего, это надо выкладывать на круги по системе «заплати сколько хочешь или нисколько». Нет, именно по причине того, что я перфекционист, что я не хочу всякое говно, извиняюсь, засорять им на сферу. Нужно отобрать то, где хотя бы нет явного брака, где есть обаяние в исполнении. Потому что там все время разный звук на концертах, и очень много разных факторов влияет. И ошибки есть, и просто бывают разные состояния, и удача иногда поворачивается, иногда отворачивается. В общем, нужно очень сильно с этим возиться, и, можно сказать, полжизни в это вложить, и в это время забросить основную деятельность. Потому что никто другой, кроме меня, это не сделает. И, разумеется, вывалить все вот так вот гаком – это очень неправильно. И вот я как-то сказала бы, вот подобная ситуация с Курехиным происходила. Он умер, не успев привести в порядок свои архивы. И я считаю, потом мы это взяли и фиганули, как бы выпустили там в кротивых обложках. Я послушала, я была в шоке, честно говоря, и очень обломилась. То есть я вначале считаю его очень классным, талантливым музыкантом, потом послушала все это безобразие, все эти поп-механики. Мне пришлось себя от этого лечить, потому что объясняет себе, что на поп-механике там играли кто в лес, кто по дрова, играли не для того, чтобы сыграть музыку, а, видимо, в этот момент шел какой-то перформанс, что-то удалось, что-то нет. И потом я снова переслушивала студийные альбомы и сказала, что, конечно, это великолепный музыкант, великолепный артист. То есть просто все вот то не должно было попасть в публичное поле. Потому что когда происходит концерт, там все классно, там угар, там красиво и все такое. А потом, когда слушают музыку, ну, с нами, конечно, немножко не та ситуация, но все равно вот этот перфекционизм, он не лишний, я вас в этом уверяю. Ну, ты будешь это делать в итоге? Не знаю, может быть. То есть, по крайней мере, это не такая простая задача, как казалось бы. Надо вначале абсолютно все исполнения, абсолютно всех песен собрать в одно место, сортировать, а потом сидеть и слушать долгими и зимними вечерами. У меня же работа, и кроме того, я очень много у меня компьютерной работы, если что, работа имеется в виду концерты, а дома за компьютером я монтирую клипы. Это очень все не быстро. Да, то есть у меня, я редактирую свою книгу, я редактирую фотографии, которые там я снимаю. В общем, у меня этой работой немерено, и когда я с ней справлюсь, я очень трудолюбивый человек, просто про это никто не знает. Давай что-нибудь под конец часа, если можно, недлинное. А не знаю, как получится. Вот песня «Хамелеон» у нас очередная, сколько она длится? Корольчик. Рук-н-ролльчик. Минут на восемь. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Ольга Рефе и Ковчег. Погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хамелеон, меняющий маски, хамелеон. В лески времен, тающий краски, в звоне окон. Смех или стон, боль или ласка, ему все равно. Это кино, странное сквозь, кровь за вино. Хамелеон Хамелеон, снимающий кожу Голый король Главный актер Меняющий тоже главную роль Дрожьи руки Зритель обложит Пляжущий нож Нас миллион Он непохожий Сгнил не за грош Он Хамелеон Главный актер Хамелеон Меняющий имя Город и год Сердце на сталь Прямо на мимо Воду на йод След на песке Въедено тело Сдавленный крик Нам не понять Куда улетел он Откуда возник Ну что, давайте продолжим С радостью и удовольствием сообщаю, что сегодня в программе живые Ольга Арефьева и Ковчег Коль, ты знаешь Наша с тобой часть разговора, которая касалась сильных женщин и сильного мужского плеча Очень зацепила парочку наших слушателей Джека и Костянтин Меня пытаются убедить в том, что меняется все Тысячелетие меняется все И человечество стало другим И отношение стало другим Я хочу просто одну фразу обронить, чтобы не писать Я не успеваю просто отвечать Вся фишка в том, что все меняется На мой взгляд, опять же подчеркиваю И опять же по собственному опыту И исходя из того, что психологией много лет пришлось заниматься И даже книжки писать на эту тему Вынужден был Но надо было, чтобы кто-то это сказал Правду, матку-то Так вот, все меняется, безусловно Но природа человеческая, мужская и женская Как ни крутить, за эти тысячелетия нисколько не изменилась Любая женщина, даже очень сильная женщина С годами понимает, что ей все-таки хотелось бы сильного, крепкого мужского плеча Потому что если она и баба, и мужик То, в общем, в принципе, скорее мужик, чем баба По сути дела Если женщина говорит, я сильная, и мне не нужен мужчина Или нужен такой вот такой сильный-сильный Который бы меня пересилил Скорее всего, просто она не встретила такого мужчину Ей приходится признаваться в том, что она способна Мы такой пласт выворотели Очень сложный, на самом деле Я тут после каждого предложения возражаю мысленно У меня есть какие-то дополнения, скажем так Потому что есть такое понятие андрогин Это человек, который сам себя дополняет Который не нуждается в подпорке в виде другой энергии Понятно, да Это не то, что я ни баба, ни мужик А я и баба, и мужик Это не я, а как бы абстрактная я Понятно, но признайся в том, что если бы была возможность Быть просто бабой, то бы ей просто была Я не могу тебе сказать Это выбор между тем, что тогда не было бы группы Не было бы выступлений Абсолютно верно Потому что я даже, вот мы с тобой поговорили Я пою, я понимаю, что у меня в голосе Обязательно должны присутствовать вибрации Силы, агрессивности И чем больше вот этот диапазон того, чем я владею И нежность, и мягкость, и пассивность И вот эта вот какая-то женская уступчивость И при этом мощь, оно тем интереснее И я бы не отдала вот эту свою половину Которую я занимаюсь рук музыкой И в себе вырастила Все же половина Может быть треть, но я бы ей не поступила А никто и не говорит об этом Вот живой пример сидит здесь Продюсер программы «Живые» Да, сильная, крепкая Я бы сказал бы, женщина, которая уже давным-давно Давным-давно себя доказала и поставила Но я абсолютно убежден, что если бы был выбор Между быть сильной или быть с мужчиной Которой ярче, сильнее, да, может быть Она бы сделала выбор в правильную сторону Вот Константин, так он зовется Пишет о том, что неправильно считать так Потому что женщины, что они должны стремиться К самореализации Константин, вы неверно роете Женщины, как и любое нормальное существо Мужского пола тоже Должны стремиться к самореализации Но быть сильной женщиной Многих женщин просто вынуждают обстоятельства Потому как самореализовываться Она может сколько угодно А вот плечо мужское Рука вовремя поданная Пальтицо, наброшенное на плечо Это просто приятно Когда ей холодно Как минимум Подарок к празднику или на день рождения Кофе утром сваренный Люд лично до слез трогает Когда говорят, налить тебе там чайку Принесли Приятно же Ты на это, как сильная женщина, должна отвечать Нет! Я сама! Уйди с моей кухни! Я сама себе сварю кофе! Да, переключу немножко Да, у меня есть знакомая девушка Она говорит Знаете, вот вы злитесь, что у вас там мама Куда пошла? Ты что она надела? Ты что без шапки? Когда вернешься? Где это было? Она говорит Знаете, как я хочу, чтобы у меня это было Мне так хочется, чтобы обо мне кто-то заботился Вот смотрите над другими глазами Вот и все Это отношение с мамой Вот именно об этом Глубокое с психологией Именно об этом и речь Когда я сказал, что ничего в жизни не меняется Я предлагаю проблему решать так Играть Просто больше играть Чаще менять маски Ну просто с собой играть Побыть в семье И не страдать И не фрустрировать Что тебе жизнь что-то не дала Побуть И как бы То есть ты так и живешь? Я так и живу Ты так и играешь? Я так играю И, кстати, песня «Хамелеон» была об этом Давайте дальше петь Давайте Вот хочешь, чтобы что-то еще звучало Песня называется «Поезд за горизонт» Как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня Ольга Рифьев и Ковчег Поехали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотри, куда идет мой поезд Смотри, куда идет мой поезд 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 За диризонт Моя душа устала плакать Моя душа устала плакать Моя душа устала плакать Моя душа устала плакать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА